Всем привет, с вами на связи Андрей Финашин и канал TESLAB. Сегодня я снимаю на студии уже второй раз, потому что нет возможности снимать в сервисе, потому что он с утра до вечера забит, желающими сделать свет в это дождливое и очень темное время. Пока многие из вас, я знаю, ждут теста светодиодных ламп на 3500 км, я решил пройтись по галогену и посмотреть, что есть из новинок. Внимание мое привлекли вот эти лампы, мне их прислали на тест, и когда я их рассматривал, я увидел просто поразительнейшее сходство данных ламп с лампами OSTRO Nightbreaker. OSTRO Nightbreaker много раз уже был в моих тестах, и практически во всех тестах он оказывался, если не первой лампой, то где-то второй, максимум третий. Это говорит о том, что лампы крайне яркие и крайне качественно сделаны. Поэтому все, кто ко мне обращались в контакте в личных сообщениях по поводу как улучшить свет, я им советовал купить OSTRO Nightbreaker, и в общем-то спокойно уже ездить, зная, что ярче галогена вы как бы уже особо и не найдете. То есть там будет плюс-минус уже небольшая прибавка, но, как говорится, купите и успокойтесь. Ярче уже у вас фары светить не будут ни с какими лампочками. И в чем суть? Суть в том, что они похожи просто как две капли воды. Мой интерес стал еще больше, когда я узнал, что комплект Nightbreaker в данный момент стоит примерно 1350 рублей, а комплект вот этих ламп 640 рублей. Чувствуете, да? То есть разница она где-то в два раза. Два раза по виду очень и очень похожи. Ну и еще подогрел мой интерес к этим лампам то, что их производит компания Xenite. А компания Xenite в этом году, как я совершенно недавно узнал, выиграла конкурс автокомпонент года 2017. Ну естественно, вы уже поняли, в номинации автолампы зарубежные бренды. После вот этой информации мне стало очень интересно протестировать данные лампы, посмотреть, есть ли смысл как бы платить меньше и насколько вот эта прибавка плюс 100% соответствует действительности. Помня о тесте ламп Маяк, который я проводил в начале года, там тоже была на лампах индикация, что они как бы плюсовые, то есть усиленные. А по факту они светили даже хуже, чем обычная стандартная галогеновая лампочка. Кто забыл, вот пересмотрите данный тест, он наглядно показывает, что куча-куча ламп, продается которых на рынке, они заявлены как лампы увеличенной светоотдачи, а по факту они светят даже хуже, чем обычная стандартная лампочка. Вот там была именно такая ситуация, поэтому мне захотелось соответственно проверить данные лампы и сравнить их уже с острым лайтбрекером, на который они так похожи, чем я предлагаю сегодня и заняться. Первую часть теста я решил провести по новой методике, она была опробована в прошлом выпуске, и в общем-то судя по комментариям под видео, большинство она показалась информативной и понятной. Поэтому сегодня мы сделаем то же самое, то есть я ставлю все испытуемые лампочки в одну и ту же фару и бегаю с переносным люксметром, в мере 16 точек показаний, причем делаю это как на стандартных лампах, для того чтобы найти точку отсчета, потом ставлю туда острым найтбрекер, чтобы увидеть разницу. Ну и третьим образцом будут уже как раз испытываемые лампы Xenite Premium, и так все эти манипуляции я проделал сначала со стандартной лампой, и увидел такую вещь, что лампы Xenite все-таки не дотягивают, не дотягивают они до уровня острым найтбрекер, хоть и они оказались действительно значительно лучше, чем стандартные лампы. То есть тут вопросов собственно нет, действительно стандартные лампы это самые слабые, в отличие от маяка в моем тесте, эти лампы действительно дали прибавку, но до уровня найтбрекера они не дотянули, несмотря на внешние сходства. Хорошая новость состоит в том, что все-таки цена этих ламп в два раза меньше, чем у найтбрекера, а если посмотреть график, то он все-таки гораздо более близок к найтбрекеру, показатели данных ламп, чем к уровню стандартной лампы. По замерам в нижней части пучка видно, что тоже найтбрекер он все-таки самый яркий, даже и в нижней части, и Xenite там ему тоже проигрывает. Касаем уровень ослепления, это третий график у вас на экранах, видно, что в общем-то все лампочки они близки, у найтбрекера ослепление больше, но больше скорее всего из-за того, что на фары действительно дает просто больше света, за счет некого переотражения действительно в люксметр попадает большее количество света. Точки 4 и 5 я предлагаю особо не рассматривать, потому что там уже начиналась галка, и корректность этих показаний на самом деле не так для меня важна и интересна. то есть мне гораздо интереснее было замерить вот именно в точках 1, 2, 3, там где располагаются глаза встречного водителя. Ну и до кучи я решил проверить эти лампы уже с помощью прибора, с помощью прибора, потому что многие тоже просили показывать эти показания. Итак, стандартная лампа Остром дала нам освещенность на ближнем свете в 27 люкс. Лампы Остром Найтбрекер на ближнем свете показали результат 35,9 люкса. Ну и третий результат это лампы Xenite Premium, они оказались примерно такими же, как и при замере с переносным люксметром, то есть показания на ближнем свете дали результат 33,1 люкса, что больше чем стандарт, но меньше чем у ближнего света Найтбрекера. В общем-то это и подтверждает график, который я получил с помощью переносного люксметра. Если мы посмотрим, то действительно вот в этой точке, в точке максимума они очень и очень близки. Гораздо лучше светят, чем стандартная лампа. Но я знаю, что очень важным параметром при выборе ламп является цвет, который они дают. Вы меня тоже достаточно часто просили делать фотографии, чтобы оценить именно как выглядят лампы по цвету, то есть как выглядят фары, даже не лампа, а фары. Поэтому в этот раз я сфотографировал цвет всех трех ламп, и вот сейчас вы его видите на экране. Ну, в общем-то здесь тоже чудо не случилось. Самая желтая лампа это стандартная лампа, она в общем-то и самая тусклая и самая желтая. Более яркая эта лампа как раз вот Xenite Premium Plus 100. Ну и Найтбрекер дает, как вы видите, еще чуть более белый свет все-таки. Ну и на самый десерт для самых стойких, кто до сих пор смотрит, значит это вам действительно интересно. Это сравнительные фотографии того, как меняется ширина именно светового пучка при использовании этих трех ламп. Вы видите, что при использовании вот плюсовых ламп, что Xenite, что Nightbreaker, световой пучок как бы расширяется. То есть по краям действительно освещенность увеличивается, но она увеличивается и в центре. Выглядит это как некое такое расширение светового пучка. Ну и цвет вы видите тоже, он становится гораздо более белым при использовании, что ламп Xenite Premium, что Austin Nightbreaker. Ну и пора сделать, наверное, выводы по результатам данного теста. Кстати, интересная особенность, если сложить все результаты, которые получены при замерах в контрольных точках, и взять результат стандартной лампы за 100%, то суммировав результаты, мы получаем цифру. То есть если взять стандарт за 100%, то результат Nightbreaker мы получаем 129%. Очень похоже на то, что пишется на упаковке. Плюс 130% в данном случае. Это интересная такая особенность. Даже не думал, что результаты моих тестов и то, что пишут на коробках, оно будет как-то совпадать. Но в данном случае оно совпало практически один в один. Если проделать ту же самую манипуляцию с лампами Xenite, то мы получаем 112%. Я подглядываю бумажку, потому что цифры все я, к сожалению, не помню. Мы получаем 112%. О чем это говорит? Говорит о том, что лампы все-таки действительно плюсовые, действительно дают прибавку освещенности. В отличие от некоторых других ламп, которые меня, скажем так, сильно очень разочаровали. Итог такой. Кому надо максимум, прям максимум. Вот вы хотите максимум, вы такой максималист и вы хотите получить максимум. Я вам скажу. Купите вот эти лампы и, как говорится, не переживайте. Вы получите максимум, но заплатите за этот максимум соответственно определенную сумму. Кто хочет лампы получить вот именно с таким, скажем так, почти максимум, но за гораздо меньшие деньги, то, пожалуй, посоветую вот эти лампы. Все-таки они меня сегодня действительно порадуют. Вы тут и белый свет получите, и прибавку. Она действительно есть. Ну и третья лампа, это стандартная лампа. Это лампа для тех, у кого со светом все хорошо, и ему нет смысла вообще вкладываться в фары. То есть они у него и так светят, у него и так хорошее зрение, и все его устраивает. Купите лампы стандартные, они будут самые дешевые, и не заморачивайтесь вообще над этим. Но в итоге пусть каждый выберет для себя только то, что исключительно ему нравится. Если эта информация была вам полезна, ставьте лайк. Если была бесполезна, либо вы считаете, что все должно быть по-другому, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин. И до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok